В период пандемии безопасность и здоровье населения стали приоритетом не только для государства, но и для крупных компаний. Агропромышленный холдинг Сибагра столкнулся с непростой задачей поддерживания непрерывной работы производственных объектов. Помимо организации безопасной рабочей среды, компания выделяет мясную продукцию для организации горячего питания медиков Староскольского ковид-госпиталя. Всего с начала пандемии на эти цели направлено более 20 тонн отборной свинины. Горячие обеды для медицинских работников готовят в кафе здоровье. Ежедневно около 400 порций. И уже второй год подряд компания Промагра в составе Сибагра поставляет нам мясо нежирных сортов. Это карбонат, это окорок для приготовления наших горячих обедов. И нам очень приятно получать слова благодарности за качественно приготовленные обеды. Тушеное мясо, котлеты, колбаски, гуляш, поджарка, плов, супы. Блюда для медиков вкусны и разнообразны каждый день. Конечно, горячие блюда мы тоже здесь находимся, но сами понимаете, в каких, можно сказать, военных действиях. Поели горяченько, побежали дальше делать свою работу. Очень помогает девочке. Всем большое спасибо. Что нравится из основных? Мне нравятся котлетки. Да, ну потому что, ну не знаю, мясо, 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 ну да. Котлетки очень вкусные. Да, ну вот супчики, молодцы девочки. Помимо помощи в обеспечении медиков горячими обедами, на всех площадках компании Сибагра введены строгие меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Пищевое производство – непрерывно действующие организации, обеспечивающие население продуктами питания, поэтому должны работать в штатном режиме и не допускать возникновения вспышек заражений коронавирусом среди сотрудников. Однако мы понимаем, что при всей строгости этих мер они не дают полной гарантии безопасности. Поэтому мы активно включились в программу вакцинации и последующей ревакцинации сотрудников. На сегодняшний день почти 90% всех наших сотрудников сознательно сделали прививку. Мы чувствуем ответственность за всех наших сотрудников и жителей Старого Оскола. Ведущий бухгалтер Яна Воровая уже второй раз делает осознанный выбор. Она вместе с мужем и дочкой переболели коронавирусной инфекцией в 2020 году. Если у женской части семейства болезнь прошла в более-менее легкой форме, то супруга Яны пришлось лечить в госпитале. Этой весной они вместе прошли курс вакцинации, а осенью вернулись за добавкой антител. Достаточно большое количество людей привились сами без всяких навязываний, скажем так. До того, как переболели, конечно, у нас были сомнения еще. Но по прошествии болезни мы поняли, что вакцинироваться нужно обязательно. И тем более возраст уже такой, что родители у всех вообще очень подвержены этой болезни. На данный момент сотрудники компании активно проходят ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Прививочная кампания продолжается.